Приветствую вас. Я бы сказал, что ваш вопрос, а точнее вашу ситуацию, которую вы описываете в своем тексте, можно было бы разделить на несколько частей. Первое, это то, что касается, собственно, того, что вы спрашиваете. И мне кажется, что единственный способ, по крайней мере, по крайней мере, мне известный способ, единственный способ добиться того, о чем вы говорите, это просто быть собой. Наверное, худшее, 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 что вы можете сделать, по моему мнению, это начать пытаться что-то подчинять, начать пытаться что-то контролировать. Вот. То есть, как бы, вся магия сразу исчезает, как правило, в отношениях. Вот. А это, ну, это неприятно, может быть, но это факт. Это факт. Вот. К сожалению. К сожалению, это факт. Вот. Это первый момент. Второй момент, на который я бы хотел обратить вам ваше внимание, это, да, и умеете ли вы быть собой? То есть, мне показалось, например, что вы ведь, ну, в большей степени говорите про то, чтобы понравиться ему, но не делать то, что хочется вам, и быть такой, какой хочется вам. Ну, как мне кажется, это, ну, немножечко путь не туда, по крайней мере, по крайней мере, в моей парадизме, в моей системе ценностей. Вот. Понятно, что у вас, ээээ, может быть, своя система ценностей. Понятно, что вы можете, ээээ... свои, ээээ...последовать цели и задачи, это, как бы, ваше, ээээ...полное право, но, ээээ...повторюсь, ээээ...повторюсь, ээээ...тут есть, мне кажется, сложности. Ээээ...и, еще один, ээээ...важный момент, на который я хотел бы, хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что, ээээ...вот...мне кажется, вы боитесь мужчину потерять. Ээээ...вообще, я не знаю, ээээ...таких ситуаций, кроме...ситуаций угрожающих жизни, объектив...ну, объективно, объективно угрожающих жизни. Я не знаю, таких ситуаций, где, ээээ...люди, ээээ...которые, ну, вот, ээээ...которые, эээээ...боялец, ээээ...потерять друг друга, ээээ...смогли выстраивать хорошие, теплые отношения. Я таких, ээээ...вот...ситуаций, к сожалению, не знаю. Поэтому ваш, ээээ...ваш страх потерять человека, ваш страх, ээээ...оээээ...остаться без него, ваше желание его удержать, наверное, является тем, ээээ...что может выступать, ну, в какой-то степени, эээээ...припятствием для построения отношений. Таких, знаете, ээээ...ну...ээээ...хороших, качественных отношений. на мой взгляд, по крайне...по крайней мере. И, соответственно...эээээ...соответственно... Я предложил бы вам обратить внимание именно на эти детали, именно на эти, если хотите, факты, если хотите, можете это так называть. То есть посмотреть, что для меня мужчина значит такого, вот такого, что я боюсь его потерять. И дальше, соответственно, уже разбираться с тем, что вас мотивирует бояться потерять человек. То есть понятно, что желание сделать кого-то счастливым, это прекрасно, прекрасное чувство, отличная мотивация, вот, но если это делается для человека, самого человека, и если допускается, что он может уйти, вот, мне же показалось, что вы допустить этого не можете. И может быть сейчас это и нормально, что вы не можете этого допустить. Но я думаю, что излишняя привязка к человеку, она вряд ли сделает вас чересчур привлекательной для него, ценной для него, вот. Особенно, если вы будете пытаться ему понравиться и делать все, чтобы понравиться именно ему. То есть это, на мой взгляд, позиция несколько, ну, скажем так, несколько вас, вот именно вас, дискредитирующих, дискредитирующих. И, возможно, возможно, я бы не хотел, чтобы так с вами было, чтобы, ну, вот, такая история была у вас. Вот. Поэтому и говорю, собственно, обо всём этом. И пытаюсь донесить задаваться эту мысль. Чтобы быть ценной для человека, на мой взгляд, нужно перестать его удерживать. И когда человек поймёт, что он свободен, когда человек увидит, что он полностью свободен, он будет больше ценить то, что у него есть. Вот. Когда он будет понимать, что не то, чтобы он, не то, чтобы он может потерять это, нет. А то, что это не привязка, что это выбор человека быть, ну, например, ваш выбор быть, ну, например. Вот. То есть это, на мой взгляд, довольно, довольно важная история, довольно важный момент. Вот. На который я бы хотел, чтобы вы обратили своё внимание. Для лучшего, скажем так, вот, понимание для лучшего, ну, для лучшего, осознавание, если угодно, от того, что происходит с вами. Если у вас есть некоторая такая трудность с уверенностью в себе, вот, ну, если присутствует такая вот трудность у вас, то лучше, наверное, было бы поработать с этим. То есть поработать с этим, чтобы вы научились себя больше ценить, чтобы научились себя. Больше себя любить, чтобы научились, ну, более ценностным отношением к себе в общем. Вот. Это довольно, довольно важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. В этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. И удачи.